Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И вот актуальные темы к этому часу. Из-за паводковой ситуации в Аллейском районе закрыта дорога до села Безголосово. Ее состояние проверила комиссия Минтранса. Какие пути решения предлагают, расскажем в выпуске. 32-летнего бичанина задержали за оборот наркотиков. Мужчина устроил у себя в гараже оранжерею. Подробности через несколько минут. Жители поселка Озерки возмущены. Из их кранов течет мутная жидкость. Ломаются стиральные машины, выходят из строя чайники. Несмотря на плохое качество воды, тариф увеличили в два раза. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Депутаты краевого парламента отметили важность многих предложений руководителя государства для жителей Алтайского края. Учитывая, что Алтайский край, мы попали в программу, подписанную Виктором Петровичем Томенко и Миллером. Это Большим Газпромом. Газификация Алтайского края 60 миллиардов рублей. Это наши южные города. Это Яровой, Славгород, Трубцовс будут полностью газифицированы. И по дороге газ будет проходить по множеству навладений. И на сегодняшний день, с 1 июля этого года, уже будет введена новая норма. До границ земельного участка бесплатный подвод всех газовых историй. Это большой, считаю, подспорье для того, чтобы газ был более доступным в сельской территории. В том числе, это кратно сокращает расходы на подключение домовладений к газу. Как классные руководители, так и руководители группы ВСПО будут получать 5000 рублей. Поддержка вузов важна. Поддержка летнего отдыха чрезвычайно важна. 50% компенсации, порядок, условия, как это будет, естественно, ждем документов. Стоит отметить, что у нас в Алтайском крае есть мера, компенсация за летние путевки. Но она не в полной мере. Здесь 50% это уже более интересная история. Подробнее с тезисами послания, а также о мерах поддержки населения, предложенных главой государства, можно ознакомиться на сайте нашего телеканала katun24.ru. И продолжаем выпуск. Около 8,5 миллиардов потратят на строительство и ремонт новых поликлиник, открытие ФАПов, покупку медицинского оборудования и замену автопарка в медорганизациях. Об этом заявил Дмитрий Попов, министр здравоохранения края, на пресс-конференции. По его словам, на модернизацию первичного здравоохранения будет выделяться по 1,5 миллиарда рублей в год до 2025-го. Основные средства будут направлены на стройки, то есть возведение новых объектов. Это фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, новые современные типовые поликлиники для региона. Ежегодно мы строим порядка 15-16, а в этом году 17 ФАПов мы планируем построить. При этом мы приобретали в предыдущие года и мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Сегодня их уже 25 функционируют по территории Алтайского края. Кроме этого, Дмитрий Попов отметил, что на сегодня в регионе от коронавируса привелись 160 тысяч человек. Сейчас Алтайский край на шестом месте в России по охвату вакцинирования. Также он предупреждает, после прививки заболеть можно, но степень тяжести снизится в разы. И к другим темам. На капитальный ремонт Дома культуры в Косихинском районе выделят дополнительные средства. Напомню, вчера президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил направить дополнительно 24 миллиарда рублей на обновление Домов культуры и музеев в селах и малых городах. Зданию Дома культуры в Косихинском районе 40 лет. За все время капитального ремонта в нем не проводили. Сотрудники ДК сами устраняли поломки и наводили в нем порядок, на деньги, которые получали от проведения концертов. В хореографическом ансамбле предыка занимаются около ста детей. Из-за отсутствия ремонта появилась угроза их безопасности. Мы можем заниматься в зале, но тем не менее есть проблемы с крышей, с потолком, потеки, трещины в стенах. И все это доставляет неудобства. Во время репетиции у нас был такой момент, что дети танцевали, и у нас падала плитка с потолка. В этом году из краевого бюджета на ремонт ДК выделили 19 миллионов рублей. Еще 20 миллионов обещают дать в следующем из федерального. В планах обновить пол, деревянную обшивку стен в зале и освещение. Особые затраты требуются на ремонт крыши. Она протекает уже много лет. Из краевого бюджета были выделены деньги на проектно-смертную документацию. Проект уже готов. Сейчас готовится вся документация уже для прохождения конкурсных процедур. Каждый год во время паводка дорогу от села Безголосово Олейского района до райцентра подтапливает. Какие неудобства создает для местных жителей разлив реки Олей, узнавала наша съемочная группа. Больше 500 жителей села Безголосово, которая находится за моей спиной, не могут воспользоваться кратчайшей дорогой до Олейска. Она закрыта из-за паводка. Найти мост можно только по опознавательным знакам. Он ушел под воду. Каждую весну жители населенного пункта вынуждены пользоваться объездной дорогой через трассу Олейск-Усть-Калманка. Получается 30 километров до райцентра, вместо привычных 14. К тому же некоторые участки объездной дороги остаются проблемными. При погодных условиях, при хороших, нормально можно ехать. Когда пройдет дождь, условия, там грязь, получается колеи, что легковые автомобили у нас очень трудно проезжают. Во-вторых, трудно доступна доставка хлеба, так как газельки не могут по данным колеям проехать до села, доставить хлеб, ну продукты. На территории Безголосово есть сельскохозяйственные предприятия, которые сдают молоко. В период паводка у них нарушается транспортная логистика. Поменялась и жизнь пенсионера Михаила Рожкова из села Больше-Панюшево. Раньше он мог дойти до Безголосова пешком. Все, нету проезда сюда. Вот кругом 40 километров люди те ездят, страдают. Там у меня родственники, дочь живет. Это мне надо нанимать машину к ним ехать. Дорожники регулярно закрывают дорогу Олейск-Безголосово в период паводка. Причина – подтопление рекой Олей. Мост, соединяющий Безголосово с райцентром, по оценкам специалистов краевого Минтранса, ушел под воду минимум до мая. Есть несколько вариантов решения проблемы. Можно поднять дорогу, сделать высокую насыпь. Но она может стать плотиной, из-за которой подтопит нижнюю часть Олейска. А можно построить эстакаду. Но цена вопроса ее строительства, по словам министра транспорта Александра Дементьева, велика. В планах на будущий год сейчас провели обследование. Проектировщики думают, что мы можем сделать. Как один из вариантов – это увеличить количество водопропускных труб, либо сделать малые мосты для перепуска воды на данном участке и постараться посчитать с минимальными затратами, как мы можем низководный мост поднять, чтобы он менее количества дней был ограничен движением. Сейчас дорожники делают все возможное, чтобы поддерживать состояние важной для безголосовцев дороги. Когда пройдет паводок, размытые участки починят. Масштаб предстоящих работ станет известен, когда река Олей вернется в берега. Анастасия Меншакова, Михаил Лифуншан. Новости. 32-летнего бичанина задержали за оборот наркотиков. По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю, после чего сбывал запрещенные средства через интернет-магазин. Операция по его задержанию проходила при содействии бойцов Росгвардии. Торговлей с запрещенными веществами подозреваемый занимался с ноября прошлого года. Наркооранжерею он организовал у себя в гараже. Помещение было оснащено всем необходимым. Система вентиляции, освещения, полива и отопления. В нем постоянно поддерживалась комфортная для растений влажность и температура. Подозреваемый признался, что семена марихуаны для будущих посадок заказывал исключительно экзотических сортов на зарубежных интернет-площадках. Во время обыска правоохранители изъяли 16 кустов конопли. Три пакета с уже готовым веществом – электронные весы, упаковочный материал, банковские карты, денежные средства, телефоны, ноутбук, системный блок и карты памяти. По заключению экспертов-криминалистов, растения относятся к роду каннабисов. В общей сложности полицейские изъяли около полутора тысяч граммов готовых к сбыту марихуаны и конопли. Жители поселка Озерки возмущены. Из их кранов еле-еле течет мутная жидкость. Ломаются стиральные машины, выходят из строя чайники. Несмотря на плохое качество воды, тариф увеличили в два раза. Жители собрались возле сельской администрации, чтобы встретиться с представителями власти и водоснабжающей компании. Наша съемочная группа побывала на месте событий. По большому счету неинтересно, что и как разбираться. Мне должно быть соответствие цены и качества. Все правильно. Вот и все. Вот уже год продолжается противостояние между жителями села Озерки и водоснабжающей компанией «Каскад». Они рассказывают, из крана едва течет вода коричневого цвета. Однако тариф за кубометр увеличили с 27 до 50 рублей. В воскресенье с колонки набирал, когда чистая вода была. Это вода идентичная, которая и у вас. Она вот отстоялась. Вот если повернуть, вот видите. Шесть лет водоснабжением села занималось муниципальное предприятие. За это время сети пришли в негодность. А компания накопила огромные долги за электроэнергию. Так предприятие оказалось на грани банкротства. Сети передали новой управляющей компании «Каскад», которая должна была навести порядок. Однако ничего не изменилось. Кроме того, что тариф увеличили почти в два раза. Сейчас 36-38, а у нас сразу 52, ой, 50 с копейками. Почему такое основание? За счет чего? Что вложили в Озерки? Именно в Озерки к нам. Что такая цена? Ситуация в Озерках типична для многих алтайских деревень. Водопроводная сеть формировалась хаотично. Генерального плана не было. Трубы укладывали разного размера из разных материалов на разной глубине. Ремонт производили редко. Из-за этого вся система может прийти в негодность. И тогда село останется вообще без водоснабжения. Чтобы избежать этого, нужны огромные вложения. И тариф даже в 50 рублей эту проблему не решит. На территории станции Озерки с мая месяца прошлого года, за прошлый год, было 61 аварийный выезд. По объемам работы, проблемам на сегодняшний день станция Озерки – это самое проблемное село. На встрече с сельчанами свою позицию озвучил и представитель районной администрации. Они потратили 2 миллиона на текущие, на ремонтные работы, 700 тысяч на инвестиционную программу и на 7 миллионов приобрели техники. За год работы предприятие столько вложило, чтобы дальше. Здесь просто складывается мнение, что за год они испортили воду или ничего не делали. Сотрудники «Каскада» уже несколько дней промывают трубы и чистят водонапорные башни. Из-за того, что часть сетей до сих пор находится в замерзшем состоянии, эти работы захватят и часть летнего периода. Спустя неделю работы видно, что результат есть. Вода чистая. Зато неделю назад она была грязно-желтой и до сих пор вот здесь можно увидеть осадок. Сколько на самом деле нужно средств, чтобы восстановить всю водоснабжающую сеть поселка? Сегодня этого не знает никто. Известно, что уже в ближайшее время необходимо заменить хотя бы полтора километра труб. Для этого нужны полтора миллиона рублей. Новых тарифов не хватит даже на то, чтобы компенсировать эти затраты. К слову, в крае есть поселки, где люди платят и по 70, и по 80 рублей за кубометр. Но и такие тарифы не решают проблемы. Ну какой выход? Выход обычный. Работать надо и заставлять надо работать. Ну ребята, есть программы, краевые программы, федеральные программы. Есть программа так называемая «100 скважин». Ну почему бы не войти в эту программу и не получить какие-то федеральные или краевые деньги? В компании пообещали, если все необходимые мероприятия на сетях будут проведены, а количество прорывов снизится, то тариф все-таки снизят. Правда, сколько времени понадобится на то, чтобы привести все сети в порядок, неизвестно. А пока жителям придется довольствоваться тем, что есть. Софья Житина, Денис Кузьменко. Новости. И продолжаем. Свыше полумиллиона деревьев высадят в Алтайском крае в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом сообщили на заседании Краевого оргкомитета. В Алтайском крае посадки запланированы не только на землях лесного фонда, но и в муниципалитетах. Все города и районы подтвердили свое участие. Акция проводится по поручению президента России. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы планируем высадить в целом Алтайском крае более 500 тысяч саженцев разных пород. По предварительным данным, в акции примут несколько тысяч человек. Мероприятия пройдут с 4 по 7 мая в Бийске и Барнауле. В столице края массовые посадки деревьев планируют провести в районе проспекта Космонавтов и в парке Изумрудный. В ходе массовой высадки саженцы и сеянцы будут предоставлять бесплатно. Чтобы получить сертификат участника акции, нужно зарегистрироваться на специально созданном сайте satpamati2021.rf. И на этом все. С вами была Анастасия Борисовна.